Всем привет, ребята! Так, приходят письма, задают вопросы и, в принципе, мне есть вам что сказать, поэтому слушаем, пожалуйста, внимательно. Во-первых, выложили мы сегодня видео обращения жителей города Котельники из Подмосковья, обращения к президенту Российской Федерации, да? И понеслась комментария. Ой, да кому вы обращаетесь, да все он видит, да ба-ба-бу-бу-бу, да и там началось, сразу вот эти политические эксперты повылазили. Все, как раз, так разбираются, как это работает. Вот. И что хотелось бы вам сказать, ребят, дорогие бесценщики, во-первых, я много раз вам объяснял, как состраивается работа в общественном поле. Создается общественный резонанс, формируется гражданская оппозиция. Когда гражданская оппозиция доходит до апогея, у кабинетов уже нет выбора, как только начинать работать. Это большой труд, это стратегический труд, это труд на долгую, понимаете? И то, что люди сделали это обращение, мы его поддерживаем. Все знают, что и русская община бывала в Котельниках, и северный человек бывал в Котельниках, там ребята совместные акции делают, да? Мы сейчас наладили эту работу, процедуру совместную, замечательно, отлично получается, все хорошо, да? Но вот у нас залетают люди, которые, а, все равно ничего не получится. Тогда вы вообще зачем в движухе? Вот если у вас мнение, что все равно ничего не получится, вы тогда зачем в движухе? Прийти в Котельниках, поморосить, чатик вам нужен. Мы работаем, ночами не спят, у меня руководители пацаны ночами не спят, мужики. У всех семьи. У меня, представляете, какой конский график просто. И вот у нас залетают, ааа, вот это, ну серьезно. Ну не занимайтесь тогда, лягте на диван и ждите, как будет Франция. Подождите тогда. А может лучше все-таки попытаться что-то сделать, а? Разными способами. И вот так, и вот так. Кто-то сказал, что вот, мы вот это сделали, сейчас все изменится. Нет. Мы вам прямо говорим, работай, вот, и мы ее будем делать. Дальше, хорошие новости. Ребят, ну, постепенно, постепенно уже поступает информация о том, что кабинетная работа наконец-то начинается. Что на проблему все-таки мы достучались. Та же самая моя речь на экономическом форуме привела еще к новым знакомствам, которые точно так же разделяют нашу точку зрения. Поверьте, мне начинают подключаться люди. Но это сложно, это большая система. Но, по крайней мере, огромный пласт всеми общими усилиями всех общественников, как меня, как северного человека, как там, всех-всех-всех. Этот пласт наконец-то начинает двигаться, ребята. Но двигаться он будет сложно, потому что лобби тех, которые лоббируют, в тавтологии, данную мигрантскую повестку, то есть, которые завозят этих людей, хус нулят вот этих, оно очень сильное. Ну, и, как бы, противовес появляется. И противовес появляется уже тоже на хорошем уровне. Ребят, работа, поверьте мне, идет разная. Которые я не могу взять. Знаете, вот фамилия такая-то, мы там вот начали работать. Я не могу так делать, естественно. Я просто вам говорю, что помимо деятельности моей личной, уже, знаете, не как музыканта, писаки, поэты, а как общественника, лично моя, вот, инициативная, да, поверьте мне, еще производится немало внутренней работы, которую я выполняю. Труды которой потом вы все равно будете видеть, когда сделано, есть результат, я рассказал. Так же, как про экономический форум, я никому ничего не говорю, я просто пах, там появился, вот тебе, пожалуйста. Все тоже, ну, не просто так происходит, ребят. Благодаря очень хорошим, достойным соратникам, всегда им говорю спасибо. Потихонечку лед трогается, поверьте мне, но сложно, но сложно. И мы работаем, поэтому не обесценивайте, пожалуйста. Дальше еще часто пишут, Миш, ну что вот еще делать, ну как вот еще быть, ну вот, ну как, вот я вам объясняю. Помогайте общественникам, участвуйте в движении, в северном человеке, в русской общине, там, где хотите. Да, у нас есть определенная доктрина работы, мы там больше работаем по вот этим вопросам. Там русская община, у них определенная доктрина, я говорил, пускай каждый метет свою сторону тротуара, а потом бах, вместе там, да, и сделаем. Помогайте нам, ребят, помогайте, распространяйте видосы, приходите на рейды, только опять же следите, чтобы те рейды, которые происходят, организованы были грамотно. Вот я, как за своих людей конкретно могу ручаться, что там юристы, договоренности, созвоны, силовой блок определенный у ребят есть. Если люди едут в рейд, на какие-то происшествия, это рейды, люди идут и физически подготовленные, и психически подготовленные, а непонятный фраер какой-то, который прилетел там с будуна нахер, кого-нибудь ножом пырнул. Понимаете, чтобы люди давали конкретную оценку ситуации, грамотную оценку ситуации на местности, а не из побуждения, ой, я испугался, я кого-то сейчас убью. Понимаете, но мы над этим работаем, и это, поверьте мне, это нелегко, поэтому помогайте, участвуйте. А на бытовом уровне, на бытовом, на простом бытовом уровне, я тысячу раз вам говорю, да перестаньте вы у них покупать что-то, перестаньте вы им продавать что-то, не сдавайте вы им квартиры, блядь, не жалите вы эту шаурму, уже знаете, как один из пунктиков, понимаете, толпами за этой шаурмой, вам другой кухни не хватает, вы же понимаете, что вы копеечка, рубль бережет, вы копеечкой формируете огромный пласт экономики, им если здесь будет невыгодно экономически, их не будет здесь. Как один из пунктиков, маленьких, вот на бытовом уровне, вот я вам расскажу, я на рынке хожу только к одному человеку, я знаю, что русский парень, он всегда, я к нему прихожу, мы с ним уже давно знакомы, мы уже стоим, болтаем, когда я прихожу за овощами, фруктами, да, все мне всегда подскажешься, скажешь, слушай, вот это подожди, вот это посоветую, вот это порекомендую, понимаете, я хожу только к нему, и все, пускай, зарабатывает, пускай, у него дети, там же на слава богу, понимаете, с остальными продуктами, все точно так же. У меня идет стройка уже давно, долго, потихоньку, с помощью соратников, долго, потому что там я долго откладывал денежки, потом я отложенные денежки на СВО потратил свои, рассказывал своих личных денег, да, ну, потому что, ну, ребята же просили, все. Но опять же, стройка там, когда идет, она там затихает, начинается там. У меня все русские ребята работают, это возможно. Там попросил, тут попросил, знакомые знакомых, нормально, все, скважину нам делал русский парень, такой приехал, бородатый, хороший пацан, все подсказал, все сделал. Я потом его по своему другу порекомендовал, который на даче там что-то начал делать, поселок, и он ему поехал скважину, тот его другому порекомендует, пожалуйста, ну, хотя бы на таком уровне. Ну, старайтесь максимально не контактировать, в принципе, вообще в экономическом плане, да не пользуйтесь его услугами, нафиг. И все. Дальше видно будет, ЖКХ, это уже все понятно. А раньше в ЖКХ студенты спокойно могли работать. Там уже неплохие зарплаты, студенты могли в ЖКХ подрабатывать дворниками или еще кем-то. Выместили, поймите, просто выместили. Рассказы про то, что русский не хочет работать, русский то, местный вот это, местный вот это. Да это создано, это искусственно создано. Примеры всех стран, они же есть, это же ничем не отличается, система такая же. Поэтому в бытовом плане, пожалуйста, вот так. Я от себя лично могу сказать, я как общественник, по всем, всем возможностям, ребят, я делаю, я стараюсь, ну и потихонечку начинается. Поэтому всем большое спасибо за поддержку. Те ребята, которые на обесценке двигаются, пожалуйста, придите в себя, одумайтесь, все-таки найдите в себе силы помогать. Либо тогда просто, ну, ну не мешайте нам хотя бы. Всем большое спасибо. Продолжение следует...